Пожалуй, продолжим разбираться с трекером заявок. В прошлый раз мы с вами настраивали систему почтовых оповещений, а сейчас пробежимся по подготовке для установки трекера. В принципе, можно было бы все сделать в одном видео, но очень часто трекер устанавливается с большим количеством проблем, я это предвижу, так скажем, поэтому сейчас мы просто подготовим все необходимые компоненты, а в следующем видео будем ставить уже непосредственно трекер. Прежде чем устанавливать трекер, нам нужно понять, что это вообще такое и какие разновидности бывают. Значит, у нас вообще есть практика внедрения систем на базе библиотеки IT. Есть такая библиотека IT, очень интересная, у нее есть свои методы, свои подходы, и она вообще рассматривает управление IT-подразделением как отдельным таким направлением бизнеса. Ну, я думаю, это вы так знаете. Так вот, есть очень мощные системы для управления IT-подразделением, IT-компанией, всей IT-средой, и это все такие системы ITSM, IT Service Management. Это крупные, серьезные инструменты, они внедряются несколько лет, это стоит все бешеных денег и подходит для каких-то гигантских компаний, в которых необходимо управление всякими IT-активными. Есть системы попроще. Это системы Service Desk, это такие младшие братья систем ITSM. Это уже службы, которые позволяют автоматизировать вообще всю нашу службу технической поддержки. Через эту систему проходит у нас вообще взаимодействие с пользователями, обработка заявок, учета инцидентов. Здесь, опять же, есть всякие IT-овские методики, такие как эскалация, автоматические приоритеты, переадресация заявок и так далее. Я вам так просто на корзинке покидал, на слайдик, основные такие CRS-дес системы, их, само собой, намного больше. Их больше, чем ITSM, потому что они попроще. Они уже стоят подешевле и внедряются не так серьезно, как системы IT-овские, ITSM-овские. И есть еще системы Help Desk, это то, чем мы будем заниматься. Система Help Desk, это вообще такая простенькая штучка, которая называется по-английски issue tracker, то есть так, tracker заявок, так скажем. И эта система в основном предназначена для автоматизации обработки запросов. Их, опять же, еще больше, чем Service Desk, таких систем их куча. Я вам сейчас брошу ссылки, видео есть на Википедии, очень хорошее сравнение таких систем. Кроме того, есть парочка очень интересных обсуждений, где просто админы выбирают, какую себе поставить систему Help Desk. Я как-то давным-давно, еще в году 2005, по-моему, начал связываться с request tracker от Best Practical, который у меня на слайде справа. И я к нему привязался. Поэтому я вам тоже буду показывать, как делать request tracker. Кроме того, по request tracker оказалось то, что в интернете есть полно мануалов. И если вы вдруг начнете спотыкаться в установке, вы, я думаю, быстро найдете себе решение. Для любого tracker заявок у нас с вами необходимо несколько компонентов. То есть, в принципе, как у нас работает tracker заявок. У нас есть база данных, в которой будет храниться все наши заявки, пользователи, все это будет храниться в базе данных. У нас с вами есть веб-интерфейс на базе веб-сервера Apache, мы будем делать через который как раз осуществляется доступ к трекеру заявок. И система почтовых оповещений. У меня я как-то не соскочил, но ладно. Мы с вами уже посттик настроили. Он у нас будет использоваться для как раз таких почтовых оповещений. Сейчас мы с вами установим базу данных и установим веб-интерфейс, то есть Apache и MySQL, быстренько их подконтигурируем, настроим несколько пользователей. И в следующем видео будем готовы к тому, чтобы устанавливать трекер. Делать мы сейчас особо много ничего не будем. Прежде всего, нам нужно обязательно отключить Firewall, чтобы не спотыкаться на тех этапах, когда он может нам мешать. То есть, после того, как мы настроим, если я не забуду, мы включим аппаратную бунту Firewall и разрешим все необходимые порты. Сейчас на этапе настройки мы его отключаем, чтобы он нам не мешал. Дальше мне будет намного проще работать через какой-нибудь SSH клиент. И хотя я знаю, что у меня уже восстановлен SSH, я с вами на всякий случай сделаю действие upget install open ssh. Нет, мне там допис поставил open ssh в сервер. Это позволит мне удаленно подключаться через пути. Есть такая программка пути, китти, кто не знает. При помощи них можно удобно подключаться. Мне это сейчас нужно в основном для того, чтобы я вручную не набирал все эти пакеты, которые нужно установить, а просто через буфер обмена их скидывал бы в консоль. Отчищу экран, а то у нас не очень хорошо видно строку. Следующее действие, которое нужно обязательно сделать перед, вообще его нужно делать перед всеми серьезными установками, это upget update для обновления списков репозитория, чтобы он знал, где какие обновления ему искать. и upget upgrade. В общем, вот есть какие-то обновления, прекрасно, пусть они как раз и поставятся. Так вот, почтовая система у нас с вами уже есть, теперь нам нужно разобраться с базами данных. Для этого нам нужно установить, собственно, MySQL. Мы его как-то уже на LP проходили. Мы ставим MySQL сервер, MySQL клиент и необходимые для этой библиотеки. Соглашаемся со всем, что ему нужно, и пусть он спокойно поставит MySQL. Мы особенно ничего на этом этапе, опять же, настраивать не будем, чтобы не вносить серьезных изменений в базовую конфигурацию. Это уже после того, как у нас трекер заявок заведется, мы сможем что-нибудь там поковырять. Я пароль поставлю 1000, по-моему, весьма 4 знака, да, единичка, раз, два, три. Это тестовая среда. В рабочей среде, само собой, пароль может быть у вас посложнее. И пароль на сервер MySQL у меня рутовский задан, готово. И нам теперь еще рекомендуют отредактировать файл конфигурации по умолчанию для повышения производительности MySQL. Это такое базовое действие после установки SQL. В папочке mysql, mysql.conf.d есть файл конфигурации SQL-demon. SQL-demon.conf. Здесь у нас параметры вообще работы демона SQL. Нас интересует добавление всего лишь одного параметра, который позволит нам иметь увеличенный размер кэша. Вот, буфер, пол-сайз. У меня стоит параметр 2048, потому что у меня 4 гига оперативки. Рекомендуется выставлять половину от доступной физической памяти сервера. То есть я сейчас ставлю ему 2 гига сюда на размер этого буферного пола. Escape ZZ. Сохраняем изменения. Теперь нужно запустить мастер, который нам обезопасит нашу установку. Есть такой скрипт mysql.secure.installation. Это просто мастер, который будет у нас задавать вопросы по установке нашего сервера баз данных. Нужно ввести пароль от сервера, пароль от рута для mysql. Ввели его. Спрашивает, хотим ли мы изменить пароль. Нет, не хотим изменять пароль. Говорит то, что по умолчанию есть у нас анонимные пользователи удалить их. Теперь мы со всеми соглашаемся, да, удаляя их. Разрешить, запретить ли удаленно подключаться. Говорим, да, запрещаем удаленно подключаться. Удалять ли тестовую базу данных. Удаляй тестовую базу данных. Перезагрузи сейчас таблицы привилегий, чтобы все применилось. Все, говорит, спасибо. То есть он сейчас обезопасил наш сервер. И мы готовы, можем его спокойно использовать в нашем продакшене. Не боясь то, что тогда кто-то так залезет по стандартным каким-то вот этим вот лазейкам, которые сейчас этот скрипт подправят. Нам по-хорошему нужно сервис mysql сейчас рестартануть. Такой рестарт, чтобы все эти изменения применились. Теперь нам нужно разобраться с сервером веб. Нам для него нужно поставить кучу пакетов. Я просто их опять скопирую из буфера обмена. Вам, я надеюсь, их будет видно. Вот их здесь сколько. Я не вижу, что у меня установлено. А, ну вот, у меня установлено. Смотрите, здесь есть у меня все, что нам нужно. Это апачи, библиотеки для апачи. Очень важная утилита make. Вот эта вот утилита make, она у нас предназначена для преобразования файлов из одной формы в другую. По сути, это штука, которая позволяет нам компилировать исходный код. То есть при помощи make мы потом будем с вами ставить наш текер заявок. Эту утилита make, она использует свои специальные make файлы, которые по сути есть скрипты, в которых указана зависимость друг от друга. То есть make это очень важная штука, которая нам вот здесь сейчас нужна. Остальное это апачи и куча библиотек, которые пригодятся нам для использования перла, на котором у нас как раз RPA работает. Я просто вам выделил то, что мы еще здесь ставим make и всего прочего. Значит, он сейчас это все будет скачивать, потому что нам для веб-сервера нужно аж 210 мегабайт. На данном этапе нам с вами веб-сервер настраивать рано. Нам нужно сначала развернуть RT, после чего мы будем уже работать с веб-сервером. Сейчас стало сделать два действия. Это добавить пользователя. Точнее, не пользователя, а группу. Систем. Системную группу, которую мы назовем с вами RT, request tracker, просто название. Готово, группа создана. И нам нужно добавить UserMod Добавить addGroupRT в группу www.data. Это апачевская группа. Готово. Я немножко чувствую оговорился, но вам здесь вот все уже он так написал. То есть мы добавили пользователя RT, создали для него одноименную группу и добавили пользователя в группу. То есть вот он написал. Создан серверный пользователь, создана одноименная группа, добавили пользователя в эту группу. Создали его домашнюю папку. То есть, в принципе, нам здесь все это уже написано, так что если я даже и оговорился, то вы все можете прочитать. Таким образом, на сейчас у нас с вами установлен PostFix, у нас установлен MySQL, у нас установлен Apache, у нас все готово для установки трекера заявок. Это очень такой долгий процесс, который в принципе может длиться даже и несколько часов Там начнется перловское подтягивание зависимости, поэтому мы все это выносим в отдельное видео Ссылочки все покидаю, если есть вопросы, задавайте их в комментах на ютубе, спасибо